Лёгкая, косвосушенная, дети, косвосушенная, молодец. Она умничка, большая, она трудяга, очень хорошая девочка. Да, Сонечка? Ты хорошая у меня? Да. Соня действительно очень трудолюбивая девочка, а ещё умная. Но вот проявлять все свои способности она только учится. Помогают ей в этом педагогии Сочинского центра источник и службы поддержки особенных детей и их родителей «Мы вместе». Родилась Соня здоровой и крепкой. Особенной она стала на втором месяце своей жизни. Взрослый человек упал в обморок, держа на руках малышку, в результате чего Соня и получила черепно-мозговую травму. Когда она была маленькая, когда травма произошла, у неё было две операции, две трепанации черепа. И тогда мы боролись не за полноценную жизнь, а просто за жизнь. То есть был вопрос, выживет ли ребёнок. Потом мы боролись за то, чтобы она начала сидеть. Потом боролись за то, чтобы она начала ходить, говорить. И так вот каждый год, шаг по шагу, я считаю, что она побеждает постоянно. Десять лет беспрерывной борьбы, конечно же, дали свой результат. Сегодня у девочки есть шанс добиться большего. Но знания букв и геометрических фигур здесь, к сожалению, бессильны. Софии Дмитриевой жизненно необходима комплексная реабилитация в Питерском неврологическом центре. Там, благодаря уникальной технологии и аппаратуре, в клетках мозга ребёнка могут образоваться новые нейронные связи. И тогда мозг Сони начнёт полноценно работать. В Северную столицу уже в восьмой раз мама с дочкой поедут в начале июня. Стоимость курса – 128 тысяч рублей. И так каждые полгода. Семье, в которой помимо Сони ещё шестеро детей, необходима помощь. Поддержку среди местных благотворителей помогают искать и сотрудники центра, в котором десятилетняя София получает поддерживающую терапию. Она такой прям лучик света. У нас действительно такой ангел. Ангел Соня. Наша организация называется «Мы вместе». Смысл такой. Мы просто хотим, чтобы все мы, жители города Сочи, мы подключились к проблемам и бедам этих детей. Потому что этих детей-инвалидов в городе около полутора тысяч. Это только официальная статистика. И родители очень часто не нуждаются в финансовой поддержке и помощи. И мы вместе действительно можем сплотиться и справиться с этой проблемой. София очень любит петь. Выздоровев, она мечтает спеть вместе со своими братьями и сёстрами все те песни, которые помогали ей справляться с плохим настроением. Желающие помочь Соне могут перечислить посильную сумму на банковскую карту её мамы. Номер карты вы видите на экране. Также ознакомиться с реквизитами можно на нашем сайте fkt.com или позвонив в редакцию. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ирина Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ирина Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».